Автоплюс не часто обращается к теме авиации, но поток последних событий не оставил нас равнодушными. Так в Дубае прошел авиасалон, где в отдельном павильоне красовался прототип однодвигательного истребителя Checkmate. А еще в Эмираты долетела главная надежда российского авиапрома, еще не сертифицированный среднемагистральник МС-21 с пермскими двигателями ПД-14. Неожиданной премьерой оказался Superjet 100 в вип-исполнении, получивший собственное имя Aorus. Казалось бы, не новинка, ведь бизнес-версия у Superjet уже есть, и пусть вяло, но серийно выпускается. Однако на сей раз речь идет о серьезной модификации, которую еще только предстоит сертифицировать. Например, самолет оборудовали встроенным трапом, душевой комнатой, а главное, переделана топливная система, за счет чего дальность полета выросла в полтора раза, до 7200 километров. Вообще, попытка сделать из Aorus'а зонтичный бренд для люксового транспорта не должна удивлять, ведь вертолет Ansat в исполнении Aorus был впервые показан еще два года назад. Впрочем, летом Ростех анонсировал совсем уж необычные грузовые версии Superjet'а и МС-21. Не выпустит ли их под маркой КАМАЗ? У серийных седанов и лимузинов Aorus Sena двигатель пока один. Это 600-сильная битурбо-восьмерка. В закромах Московского института НАМИ, основного владельца марки Aorus, лежат еще четырех- и двенадцатицилиндровые моторы. Перспективы их туманны. Единственный ходовой прототип Aorus'а с двигателем V12 задвинут под забор, а турбо-четверка оставлена для будущих младших Aorus'ов, секрет которых свято охраняет Минпромторг. Тем временем бензиновая восьмерка силами Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова превратилась в АПД-500 – двигатель-демонстратор. В рамках проекта «Адаптация», заказчиком которого и выступает Минпромторг, предполагается создать относительно дешевый мотор для малой авиации. Демонстратор двигателя уже поставили в четырехместный самолет Як-18Т и испытали пробежками и подлетами. Параллельно ЦИАМ разрабатывает еще один мотор-демонстратор – АПД-А, который может пригодиться для спортивно-тренировочных самолетов Як-52. Изначально на обоих яках стоит звездообразный девятицилиндровый двигатель М14 с воздушным охлаждением, конструкция которого восходит аж к 1947 году.